План у нас на сегодня такой же как и вчерашний. То есть сначала теория, тему, смотрим, а потом мощнейшая, творческая, можно сказать даже бескрайняя вообще, ее можно улучшать, 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 работа, да? А вот, сегодня мы поговорим о такой штуке под названием WebSocket и как с ним работать под нодом, используя конкретное вполне себе расширение под названием Socket.io. Вот. Ну, вообще, я уже говорил, когда мы начинали разговор о ноде, да, я сказал, что сейчас, в принципе, как бы такого сайта конкретного, какого-то крутого, который бы чисто на ноде крутился, такого нет. Вот. Он используется, как правило, именно вот как дополнение для каких-то узких специфических задач. Вот. И, как правило, когда заходит разговор об этом, всегда вспоминают классическое хрестоматийный пример, это как раз WebSocket, чат на WebSocket, который можно, да, сделать, о чем мы с вами сейчас, соответственно, и поговорим. Вот. Прежде всего, прежде всего, чуть-чуть, так сказать, теория, да, вопроса. У нас всегда была проблема, на самом деле, да, откуда что взялось. Проблема была какая? Проблема была в том, что как сделать так, чтобы клиент, да, общался с сервером, то есть браузер, в частности, но с сервером без перезагрузки страниц. Да. И когда-то появился такой подход, который называется АЯКС. Да. Те, кто у нас был на курсе по АЯКСу, мы детально рассматривали, что это такое, что это подход, какая-то конкретная технология, да. Да. Вот. Но у нас, как всегда, вы знаете, да, народ же, он заголовки только читает по своей неграмотности. Так. Случилось, что укоренилась, укоренилась такая вот версия, да, что якобы АЯКС, это именно вот если там на клиенте крутится и вот этот наш HCP реквест, да, HCP реквест, расширение. Потому что если что-то другое, это уже не АЯКС. Хотя, вот помните, мы говорили, что АЯКС это подход технически, что угодно может быть на клиенте, что угодно может быть на сервере, туда-сюда там HCP гоняется синхронно. Это суть. Именно в, как бы, без перезагрузки страниц, в фоновом режиме клиент общается с сервером, да. Но, поскольку, как бы, кто девушку заказывает, тот ее и танцует, поскольку у людей вот это укоренилось, что вот АЯКС, это это, а все остальное это уже не АЯКС, да, вот, то для того, чтобы в противовес АЯКСу, как бы, да, объяснить, что это не HCP реквест, придумали такое, оно медиа используется, оно есть, такое название, такое comment, comment, да, 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 вот, то есть, а что такое, зачем, почему, откуда все это дело пришло, да, на самом деле ситуация какая. У АЯКСа есть, у АЯКСа, да, у HCP реквеста, вот этого, XML HCP реквест, у него есть один серьезный недостаток. Серьезный недостаток какой? Он, у него каждый запрос, это отдельные соединения и не поддерживает состояние, да, то есть, соединился, послал запрос, получил ответ, разъединился, да. Да, соответственно, просто что-то забрать в сервер, вот как мы делали, собственно говоря, на курсе АЯКС, да, дернули сервер, что-то забрали, распаршили, красиво там раскидали, это все хорошо. Вопрос, что делать с приложениями реального времени? Те же самые чаты, игры, да, когда вот обмен постоянно, да. Единственное, на самом деле, единственное, а собственно другого способа нет, используя себе реквест, это просто тупо в цикле, ну там в тайге, естественно, да, там сет интервал и там 5 секунд. И каждые 5 секунд пуляешь туда запрос, а не прошло ли что-то там, не получилось ли, да, вот, ну другого выхода нет, да. И вот как раз такой протокол, да, технология, которая пришла, как бы, ну, наверное, даже, можно сказать, не на смену, да, вот, потому что то тоже нормально, в принципе, если не считать вот это вот отсутствие постоянного соединения, это веб-сокет. Веб-сокеты, вот, обратите внимание, это уже как раз технология, это протокол, обратите внимание, да, это не HTTP, HTTP, HTTP использует HTTP протокол, а это не HTTP протокол, это самостоятельный отдельный протокол. На самом деле он очень похож, то есть, если посмотреть на заголовки, он очень похож на HTTP, там, правда, пара своих там специфических заголовков есть, ну, понятно, никто не стал изобретать велосипед, что-то такое, все одно и то же, но вы должны понимать, это не нечто поверх HTTP, да, это именно что, самостоятельный протокол, то есть и сервер, и это дело, они должны об этом знать. Вот, основная фишка веб-сокетов в том, что поддерживаются постоянные соединения. Установилось и висит. Да? Да, да, конечно, конечно, само по себе, в том-то и дело, безусловно, самостоятельно. Вот, и, а есть ситуация следующая, ситуация следующая. Вот, имея постоянные соединения, теперь не обязательно клиент должен опрашивать сервер, но и сервер может спокойно бросить туда данные. Да? То есть, получив от клиента А какие-то данные, сервер спокойно, не дожидаясь, пока его опросит клиент Б, он ему передаст данные о том, что клиент А там что-то послал. Причем это все мгновенно. Там клавишу нажал, здесь клавишу нажал, и вот они пошли. Понимаете, да? В этом идея, собственно говоря, веб-сокетов. Да? Другое дело, понятно, что они, проблема в чем? Проблема в том, что, почему их как бы не использовать так широко, казалось бы, да, бери и использовать. Маленькая проблема, я же уже сказал, это отдельный протокол. Нужен веб-сокет сервер. Понимаете, да? А его как бы надо, то есть, апач, к которому все привыкли, это HTTP сервер. Там какой-нибудь, да, там есть? Это HTTP сервер, к которому мы привыкли, на которых сайты говорится. Это HTTP сервер. Нужен сервер. Его нужно написать. А это уже, да? О, это выходит за ранки. JQuery тут не поможет, сказали товарищи, да? Вот, мало клиента надо написать. Клиент была, безусловно сервер написать. Вот тем дело. А так случилось, что пока еще, даже на данный момент, по-моему, насколько вот я, так сказать, мониторю рынок, да, ни одна из современных технологий пока еще в штатной поставке не имеет у себя какого-то библиотеки или что-то еще для создания веб-сокет сервера. То есть все это подделки чьи-то вокруг, как бы, да, вот PHP есть, по-моему, пара-тройка, но они тоже какие-то такие, здесь привовато, тут очень сложно. В общем, как бы, не то что, то есть, такого, знаете, как у нас, подключил, нью, раз и понеслась. В общем, такого пока нет. Поскольку такого нет, то в массе это дело и не востребовано пока. Вот, таким вот образом, да? Но, тем не менее, это дело нет. Понятно, что, еще раз говорю, клиента написать, это полбеды. Клиент, он клиент. Сервер, главное, да, написать. Как? Так, значит, у нас ситуация какая? Да, у нас ситуация какая? У нас есть несколько, в принципе, на Яваскрипте написано всевозможных расширений. Расширений, да, достаточно известных под это дело. Ну, например, там, вот в SGS, но я, опять же, я сейчас не знаю, я, так сказать, уже давно их не просматривал, что у них там, может быть, у них там что-то изменилось. В SGS, такие тоже веб-сокеты, там проблема с кросс-браузерностью, то есть он чисто на веб-сокетах, там нет никакой эмуляции, то есть, грубо говоря, если браузер это поддерживает хорошо, не поддерживает, все, до свидания, да? Предположим, там вот SGS, там такая эмуляция есть, чуть-чуть тоже веб-сокеты плюс эмуляции, но, как бы, признанным лидером, в принципе, в этой области является, даже думать, не надо сейчас такой, фактически такой, знаете, как стандарт. Да, де-факто, это сокет, это ОМА, и туда, и сюда, да, да, все есть, так, это сокет, да, да, сокет, АИО, да. Сейчас увидите, он все сам делает, он делает все сам. Вот, да, тут все гораздо круче, да? У него там достаточно мудрая вещь, то есть, он достаточно кросс-браузерный, то есть, он на самом деле там пытается, я не могу сказать, я не залезал особо внутрь, эмулировать, да, то есть, если какой-то старый браузер, который это не поддерживает, он пытается там это как-то сэмулировать и так далее, и так далее, тем не менее, это еще в принципе достаточно хорошо работает, достаточно хорошо работает, и он на самом деле неплохо работает в связке. С экспрессом, который мы сейчас смотрим. Технически вообще можно обойтись без экспресса, но вы увидели, да, он все-таки попроще, полегче, меньше писанины. То есть просто если без экспресса, то нам просто меньше, больше писанины. У нас и так писанины будет достаточно, поэтому мы воспользуемся им в связке с экспрессом. Для начала нам нужно будет его, естественно, так, во-первых, да, давайте-ка прооткроем наши командные строчки. Для начала мы его сейчас проинсталируем. Проинсталируем. Значит, как всегда, ту версию, которой я уверен, install, а поставим мы, значит, socket.io собака, что у меня там было, 0.9.16. Да, ну это я просто еще раз говорю, ставлю для уверенности. Вы помните, да, что есть вариант тоже. Отлично, видишь, сидит, то есть там. Да, я туда, да, я вот смотрю, что-то я как-то, да, не туда залез, не туда им залезли. Сейчас, секунду. Сделаем чуть другую вещь. Так, мы... А мы на диске C, да, находимся, да? Где мы? Ворке, да? Ворк-демо, да, точечно. Точно, точно, ворк-демо. Ага. О. Так. Проинсталим его еще раз. А то что-то мы как-то, я, не подумавши, взялся. Что-то он у меня тут ругается. Ну, это все, да, на самом деле. Быстро, там-там-там-там-там-там-там. Да. Вот. Он просто папку можно, да? А? Чтобы удалить, просто папку можно. Можно. Эпсюль-три. Так. Сейчас, секундочку. Давайте посмотрим, проинсталился ли он. Да, вот он лежит. Вроде как все нормально. Вот, значит, что мы сейчас сделаем, да? Для начала давайте мы создадим файлик. У нас их очень много. Давайте его назовем так. Socket Server.js, правильно, да? Socket Server.js, да? И, соответственно, подключим, значит, Socket.js. Require. Socket.js. I.O. До кучи. Express. 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 Так, это мы уже делали, да? Так, теперь, теперь, значит, следующее. War. А, это наш, как всегда, он нам понадобится, да, понятно? Express. Вот, да? А наше I.O. Как бы мы, давайте ее так и сделаем. Пусть он так и обзывается I.O. Это теперь подсоединяется очень интересным способом, да? То есть, подсоединяется так. Socket. Listen. Socket. Listen. А сюда мы бросим, мы их объединим на самом деле. Up. Listen. Да, вот так. 80. 80. Ну, кто-то слушает, кто-то слушает, да? У нас на руках две, собственно говоря, перемены, два объекта. Это наш Express и I.O. Это наши, соответственно, сокеты, да? Socket I.O. Вот у нас их не будет, когда кто-то слушает, а не кто-то слушает? Нет. Нет. Нормально. Они же, они же тот самый, или они нормальны? А вот. Разные. Протоколы все хорошо. Вот. Вот таким образом, да? Значит, теперь попробуем сделать следующее, да? Значит, как всегда. Up, вспоминаем, да? Up.get. Опишем. Up.get, который слушает корень. Function. Function. Rec.res. Покороче, да? Опишем ее. Function. Rec.res. Res. Давайте сделаем что-нибудь такое оригинальное, например. Send. Понимаете, Res.Send – это обертка над right. Такое же. Помните, мы в прошлый раз у него свои, да? Понимаете, мы писали в прошлый раз response. Send file, да? Мы файл, да, посылали. А сегодня, в общем, send – это то же самое, что и right. Просто. Оберт. Напишем бага hello просто, да? Hello. Вот так. Hello. Это up. Мы ее назначили. Все хорошо. Назначили все хорошо. А теперь мы сделаем так. I.O. Sockets. Смотрите, да, теперь. Sockets. On. Обратите внимание, очень важно, на множественное, единственное число, да? Смотрите, понимаете. Sockets. Sockets. Да? То есть это касается всех. Как бы, да, соединение. То есть это общее для всех. I.O. Sockets. On. On. Connection. То есть это событие предназначено для всех сокетов. Каждый раз, когда кто-то подсоединяется, происходит это событие. Connection. Когда оно происходит, вызывается наша функция, function, да, и в эту функцию передается непосредственно конкретный сокет, то есть то соединение, которое было установлено. Ну, давайте, давайте, чтобы не запутаться сокет, сокет и так далее, давайте его клиентом обзовем, да? Клиент. Клиент. Вот, клиент, да. Вот. И здесь пока ограничимся нашим логом, console.log. Напишем так, connected, просто чтобы увидеть, что мы законнектились. Да. Обратили внимание, да? Обратили внимание. Все, да, там, FS какого-то модуля, нет дополнительных заголовков, нет, ничего нет. Можно без экспресса обойтись, но еще раз говорю, все нормально, да? Давайте для начала, значит, сразу же запустим наш сервер. О, обратили внимание, смотрите, внимание, выскочило. А что это выскочило? Видели? Да, это такая настроечка, мы ее там потом посмотрим, видели? Видели? Это отладочная информация сокета, IO, видели? Инфо, сокет, IO, статка. Цветной, красивый, да? Попробуем теперь, где у нас браузер. Попробуем браузером соединиться. Localhost 8080, бла-бла-бла. Здесь мы должны получить hello. О, hello получили. Hello получили, да? Вот, а здесь у нас ничего нет. Обратите внимание, у нас здесь ничего нет, и действительно ничего нет. Почему? Потому что у нас еще нет сокинного соединения. Нам же клиента-то мы не написали. Правильно? Не написали. А он, правда, этот сокчик не устанавливает, он тут по СССР? Нет, откуда он знает, что ему надо установить? С какого перепута? Он может соединять с сэрвером, может соединение и устанавливать? Он же по СССР соединяется. А, а это... А, то есть это не определяется? Нет, 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 нет. Нет, в том-то и дело. Это отдельная клиентская часть с отдельной серверной частью соединяется. В том-то и дело. А в современном баузе, например, не встроено, да, это вспоминание? То есть это будет страшно сказать только что-то по этому? Нет, технически оно может быть встроено. По-моему, там даже можно в хроме поискать, там это и так. К нему надо обратиться. Нет. А, ну да, может что-то по указану. Есть встроено. Я просто не помню на самом деле, как там... Можно даже залезть сюда, я честно сказать, я даже... Он так и называется, смотрите. Я просто не помню, как. WebSocket. По-моему. Как-то, да? Нет, нет. Или... Нет, не помню. Ну, в общем-то, есть, да. Я, честно сказать, даже не помню, как он называется. В общем, не важно. Есть, есть, есть. Вот. Суть не в этом, да. Теперь нам нужно клиента написать, да. Смотрите, мы напишем клиента, сделаем... Не буду встроен лукаво, мы сделаем файл и назовем его достаточно оригинально. Да. Index.html. Все правильно. Index.html. Да. А вот тут, на самом деле, начинаются, вообще-то, чудеса. Обратите внимание, да. Чудеса. Мы пишем так. Значит, это скрипт. Да. Скрипт. Source. А здесь мы пишем вот такую волшебную строчку. Смотрите. Socket.io. Socket.io. Socket.io.js. Socket.io. Вот так. Обратили внимание, да. Значит, самое идиотское что? Мы видим, что здесь указано. Уважаемые. А загрузи-ка с корня из папки Socket.io. Файл Socket.io.js, да. Вы в курсе, что у нас в этой папке? Нет. Ни файл Socket.io, ни Socket.io.js. Вообще, как бы, нет. Но так надо. Это волшебная магическая строка. Там все, кому надо, все появилось. И все. Что? Надо заберутиться. Надо. Это такая тот случай, когда, да, магическая строка, надо писать именно так, да. Теперь. Пишем очередной скрипт уже наш клиентский, да. Var Socket. Var Socket. I.O. Connect. Да. Connect. Да. С кем мы соединяемся? С кем мы соединяемся? Да. А вот. Здесь мы соединяемся. Вот. Обратите внимание. Да. HTTP. Localhost. 80. 80. Вот так. Вот этим образом. А вот. Я не знаю. Даже не могу сказать. Я как-то такими сверхсервенными, чисто системными делами не могу сказать. Вообще. Не в курсе. Вот. Теперь. Смотрите, какая штуковина, да. Теперь вернемся в наш сервер. Вернемся давайте в наш сервер. Да. И вместо вот этого send hello. Опять же, как раньше, напишем send file. В котором, помните, dear name, dear name, dear name, плюс slash index.html, чтобы он это дело и прислал туда. Вот так же. Вот. Ага. Смотрим, пробуем это. Перезагружаем. Да, на самом деле, перезагрузим это дело. Обратили внимание. Кстати, сейчас отладочку сделаем. Сделали. Теперь идем сюда. Идем сюда. Запрашиваем наш файл. Там, кстати, ничего мы не написали такого красивого. Да, ну ничего, не проблема. Запрашиваем. Вот он пришел. Идем сюда. Опа. Посмотрите. Внимательно. Do. Сколько этих дел. Да. Посмотрите внимательно. Посмотрите внимательно. Connected. Connected. Видели? Connected. Обратили внимание, да? Засоединился, да? Ох, это какая отладка пошла. Инфо. Socket.io started. Вот он. Видели? Server статический контент. Socket.io.js. Посылает туда. Авторизовался. Пожали друг другу руки. Тра-та-та-та-та-та-та. Ну, тут у него свои оберточки. И так далее, и так далее, и так далее. Понятно, да? Видели? Маленькое... Обратите внимание. Обратите внимание. Сейчас мы сделаем что? Сейчас я отсоединю здесь. А то мы задолбаемся вот это. Ужас. Смотреть. И сделаем небольшой... Небольшую настройку этого дела. Где-нибудь... А-а-а... Давайте где-нибудь... Где-нибудь... Здесь. Вот здесь, да? Это I.O. Set. I.O. Set. Значит, настройка называется log-level. Log-level. Значит, по умолчанию там стоит тройка. То есть все. Дебаг, инфо, ворнинг, эррор, да? Давайте поставим двоечку. Двоечка – это инфо, ворнинг, эррор. Потом единичка – это ворнинг, а нолик – это только эрроры, да? Показывает. Ну, нам хватит все. Потому что дебажная нам особо не нужна. Вот так вот. Два. То есть мы только будем инфо, ворнинги и эррорами. Да? Предположим. Согласны? Вот. А теперь смотрите внимательно на чудеса. Я браузер не закрывал, да? Обратите внимание? Браузер не закрывал. Смотрите. Перезапускаем наш сокет сервер. Смотрите. Инфо. Сокет старт, да? Он там что-то сделал. Обратите внимание, да? Ага. Вот он. Внимание. Что выскочило? А я браузер не касался. Восстановилось соединение. Понятно, да? Можно еще раз? Смотрите. Смотрите. Я сервер перезагрузил. Браузер не закрывал. Соединение восстановилось. Просто. Вот. Тихо-тихо. То есть то же самое соединение, то же самое все, да? Это не новое, да? Это тоже фактически соединение, да? Все круто, да, уже? Ага. А индекс. Индекс. А вот на самом деле, смотрите, я вот отсюда, да, вам все. Вот. Вот магическая строка, которую надо прописать. Вот. Вот я на самом деле написал все это. Такие, да? Вот. Часть, которая нам нужна. В принципе, для того, чтобы начало это все работать. Как бы, да, вот там серверная часть и, соответственно, это единственное, что я вот этого клиентом обозвал, да? Чтобы не, 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 не перепутал. Продолжение следует. А я думаю, что надо было быть, как бы, я бы, например, например, а если так? А если вас на самом деле видели? А, вы же не инсталировали, наверное, в соцсетях. Альф. А, смотри, вот не может. А, смотри. Ага. А как файл? Ага. А это как называется? А это вот такой, ну, не знаю, не знаю, не знаю. Хорошо. Так, а здесь? А, а что? Куда? Сокер. Ай, вот. Сокер. Так, а какую строчку? Странно. Странно, странно, странно. Да. Да. Ну, в самом деле он. Вы почему-то пытаетесь найти. Там еще что есть? Сокер. Сокер. Так, а что? А? Да, вот так, вот так. А? Да, этот, вот, запустили, что-то попсунь. Трочку или что-то еще. Хотя не, он нормально вроде как. А-а-а. Ну, все правильно. Все правильно. Все правильно. Все правильно. Я. Все правильно. Все правильно. Короче, у вас там пробел. Конец. У вас там пробел. Знаете, все правильно. Окей. Вот он правильно. Да. Если там нет насчет инструкции. Ну, в короче. Так. Совет сервер. Так. GX. Инфо. Совет. Майкл. Состав. Так. Так. Это он, да? Да. Так. Оп. А. Ну, да. Как бы. Как бы. Я бы его и толще сюда поставил. Где-то. Ага. Сюда. Пойдем. Вот. Начни с этого. Игорь Ильич, а запомните еще версию. 0,9,16. 0,9,16. Ага. Там, может быть, современные человеческие. Поменялось. Одна из тех ошибок. Да. 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 Они подвержены этому. Да. Сейчас это не работает. Поэтому я говорю. Я сейчас показываю. То есть. Надо просто будет посмотреть. Посмотреть. Что там в современной версии. Что там поменяли. Левая. Правая. У них бывают такие дела. Вот. Да. Вот. Вот. Основная. Собственно говоря. Да. У нас. Основные. Такие-то. Манипуляции. Ну. Уже хорошо. Что сделали. Да. Вот. Теперь. Да. Теперь. Пора. Начать. Посылать. Что-нибудь. Что-нибудь. Смотрите. Внимательно. Теперь. Главное. Здесь. Не перепутать. Где мы находимся. Мы. Внутри. Ай. О. Сокетсов. Сейчас. Сокетс. Это как бы. Отдутся ко всем. Да. Сокетсов. То есть. Мы. Внутри. Внутри. Вот. Этой. Функции. Клиент. То есть. Мы. Работаем. С. Этим. Клиент. Клиент. То есть. Это. Сокет. Да. Я. Вы. Не забыли. Как у нас. Сообщение. Эмит. 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 Да. Этот самый. Эмит. По имени. Например. Месседж. Месседж. Да. Да. И пошлем туда. Эм. Эм. Объект. Давайте. Месседж. Hello. Будет ключ. А значение будет. Guest. Guest. Hello. Guest. Вот так. Все. Hello. Guest. Послали. На сообщение. Да. Вот. Теперь. 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 Смотрите. Идем в индекс. В индекс. В индекс. И здесь. В нашем скрипте. В нашем скрипте. Пишем. Socket. On. Понятно. Да. Ожидаем события. Месседж. Месседж. Когда придет событие. Месседж. Function. То. То. Что там пришло. Упадет. Вот сюда. В качестве параметра. Да. Упадет. В качестве параметра. Там. Месседж какой-нибудь. Да. Вот. И мы. Соответственно. Выведем его. Алерт. Алерт. А у нас приходит объект. Правда. Да. Объект. Там свойства есть. Hello. Который сделал. Месседж. Hello. Объект. Месседж. Hello. Да. Согласны. Идем. Да. Нам нужно сейчас. Понятно. Здесь мы. Обновились. Включаемся. А не очень понятно. Это клиент будет дергать в сервер. Или сервер клиента. Сервер. 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 Эмит. Сервер посылает. Конечно. Эмит толковой. У сервера. У сервера. У сервера. Да. Да. То есть. Посмотрите. Посмотрите. Какая сейчас. Ситуация произойдет. Смотрите. Внимательно. Вот. Смотрите. Я сейчас. Открываю новую вкладку. Вот. Приходит человек. Посмотрите. Приходит человек. Делает запрос. Делает запрос. Ему сервер послал сообщение. Привет. ГУЕСК. Ну. Получил. Обработал. Сразу же. Все. Ха. Да. Видели? Все. Создался. Посмотрите. ГУЕСК. Можете открыть в разных браузерах. Ну. Мне лень. Поэтому я буду разные вкладки открывать в одном браузере. Но в принципе. Суть. Одна и та. bek. Вот эта по словам. Магическая tracing sapi. anysepпокыч следует. Это то, что формат тоже сервер. Если так послать. Ну вот. Теперь обратно, друзья мои, обратно, да? От клиента на сервер зашлем, да, сообщение. Смотрите, давайте сделали так. Это вот Авертон, да? Теперь давайте от него зашлем сообщение. Например, напишем так. Значит, напишем так. Socket Emmet. Теперь уже этот Emmet пошел, да? Socket Emmet. Socket Emmet сообщение тоже назовем месседж. И, ну, этот просто пошлет строчку, например, Джон, условно говоря, да? То есть он принял Hello и послал туда Джон. Послал туда Джон, да? Вот. А еще лучше, а еще лучше мы, наверное, даже сначала это сделаем, да? Вот так. Это сюда сначала. Этот пусть пошлет, а вот это на Авертон, да? Ну, оно, собственно говоря, так и будет. Сначала этот туда, потом этот сюда. Вот. А теперь мы идем в Socket Server и здесь пишем все наоборот. Обратите внимание, мы по-прежнему в этой функции внутри. Видели? По-прежнему внутри этой функции. Внутри этой функции, да? Значит, теперь клиент. Он. Опять же, месседж. Месседж. То же самое. Фанкшн. Какой-нибудь там мессаге. Та же самая только здесь. Видели? Везде одно и то же пишем, да? И напишем, опять же, в консоль. Консоль. Лог. Мессаге. Чтобы видеть. Консоль. Лог. Мессаге, да? Вот так. Идет. Опять же. Перезапускаем это дело. Коннекторы. Обратили момент сразу. Два коннекторы, да? Получилось. Вот. Сразу два геста отработали. Я вообще ничего не делал. Я переключился на браузер, да? Сразу два геста обработалось. Вот, да? Вот таким вот образом. Сейчас мы... Вот он взялся. Третий такой пришел. Третий пришел, да? Ему там тоже гест. Сюда. И вот он Джон. Обратили внимание? Джон. 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 То есть все нормально, да? Они обменялись мнениями. Обменились мнениями. Тот туда, тот сюда, да? Код абсолютно идентичен. Что там, что там. Что там, что там. Да? Вот. Теперь. Теперь. Сделаем следующую вещь. Следующую вещь. Теперь. Давайте в индексе сделаем ничто. Уберем этот алерт. Уберем этот алерт. И напишем ничто более интересное. Сделаем давайте здесь вот такую кнопочку. Button. Ну, или, наверное, внизу лучше, да? Так сказать. Вот так. Button. Напишем. Представьтесь. Представьтесь. И здесь банально повесим onClick. onClick. Сделаем, например, функцию getName. GetName. Да, getName. И опишем эту самую... эту самую функцию здесь. Function. GetName. GetName. varName. Prompt. Да? Prompt. Как вас зовут? Как вас зовут? Значение по умолчанию сделаем. Гость. Да? Гость. ifName. ifName. Переносим emet сюда. Вот этот emet. Отсюда вот сюда. Вот так. О! Вот так. Есть такое? так, 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 так. Попробуем. Запускаем. Запускаем. Сейчас он не делает. Так, здесь у нас все нормально, да? Connected, все хорошо. Представьтесь. Джохан. Смотрим сюда. Вот он, Джон, пришел. Вот он, пришел, Джон, да? Но уже как бы динамически. Взяли, приедем и послали. Да? Тык-тык. Замечательно. Замечательно. Теперь, давайте ему ответим не просто там, да, гость, а сокет-сервер. Вот здесь, onMessage, да? Обратите внимание, onMessage, да? Мы пошлем ему. Обратили внимание, вот это вот мы берем. Смотрите внимательно. Отсюда и переносим вот сюда. Смотрите внимательно, да? То есть в клиент они, мы теперь находимся в клиент они. Пишем клиент имит, да? Это наш месседж, опять же, да? Какой-то вот так вот, например, да? Или давайте его напишем hello. Пусть это будет называться, пусть туда месседж, а сюда hello. Чтобы мы не запутались, пусть он будет называться hello. А, соответственно, это сообщение hello, свойство hello. А здесь будет написано так. А здесь будет написано так. Привет, да? Привет плюс месседж. На onMessage, да? Когда сюда придет, мы выводим на всякий случай в консоль и посылаем туда hello. Да? Видели? А в индексе, в индексе мы теперь на onMessage, только он у нас будет hello, не месседж. Мы его сделали так, hello, чтобы не запутаться, да? А здесь как раз мы alert и выводим это hello. Так, так. Запускаем. Пошли, поехали. Представьтесь. Джохан. Окей. Привет, Джохан. Представьтесь. Майк. Окей. Привет, Майк. Моментом. Мо-мен-том. Моментом. Море. Чей на имя? Ну вот, когда вот этот, который, getName, функция, ifName. GetName. Да. IfName. Message. Какой-то может быть, майк. Если майк не консервировали, наверное. Кстати, да. А у меня там майк вообще? Может быть, это я желаемый за 10 лет. Может быть, там был Джон? А, у меня Джона оба было. Вот это да. Это я так. Вот спасибо. Да, я говорю, смотри, майк. Там же не видно, там мелко. Ха-ха-ха. Спасибо. А то я... Чё, давай. Да-да-да, действительно. Конечно. Конечно. Это как говорят, да? 10 человек сажают в ряд, да? 9 пацанных, да? Дают белую бумагу. Говорят, какой цвет? Черный, черный, черный. До 10-го доходит, да? И ему говорят, какой цвет? Черный. И что-то типа такого же, да? Вроде как, сам себя убедил, что там нормально все передают. Берется, да? Да-да-да. Бывает, бывает, бывает. Ну, на самом деле оно так, как видите, да? Вот. Все. Никуда не денется. Все, оно работает именно так, да? Вот. Вот так, да? Вот так. Теперь, смотрите, смотрите, теперь, стандартная ситуация. Приходит человек, а там уже сколько-то людей есть, да? Меня зовут Джон, а Сталин надо сообщить. К нам присоединился Джон. То есть, но не самому Джону, да? Он и так знает, да? То есть, надо послать сообщение всем сокетам, кроме самого конкретного какого-то сокета, да? Как бы, да? Вот, значит, то есть, на самом деле, фактически, это мы на сокет-сервер приходим, да? Фактически, это будет клиент, то есть, как бы, этот клиент, конкретный сокет будет посылать всем, соответственно, кроме себя. Кроме себя, да? Вот, значит, что мы делаем, да? После того, как он сказал, меня зовут Джон, мы ему посылаем там, привет, Джон, да? Вот так, привет, Джон, клиент, кони, да? После этого, да, мы сразу же говорим, клиент, бро, бродкаст, да что ж такое-то? Бродкаст, вот только этого не надо нам, клиент, бродкаст, точка, эмит, то есть, сообщение всем, понятно, кроме себя, кроме себя, да? Вот, здесь мы давайте пошлем то же самое, понятно, hello, давайте вот так, вот так возьмем hello, смотрите внимательно, да? Только здесь будет написано так, hello, привет, от, 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 Джона. Чего? А здесь и так нейн приходит, это месседж у меня, здесь, ну, он так у меня обозначен, это и есть, я там строчку посылаю, это оно и есть, да, оно и есть, именно так. Именно так, да, видели? Смотрите, смотрите, значит, да, естественно, мы, как всегда, стартуем. Где у нас, да? Смотрите, и так, заходит первый, заходит первый человек, да? Первый человек, это зашел Джон, смотрите, да, Джон. Он первый, он первый, поэтому никто ничего не получит, привет, Джон, правильно, да? Смотрите внимательно. А теперь, смотрите, а теперь заходит второй человек, смотрите, тебя как зовут? Меня зовут Майк, да, Майк, смотрите, привет, мы переключились на Джона, это я на первую вкладку переключился, он автоматом перескочил, да? Она активировалась, видели? Привет от Майка, сказал бы Джон, да? В этот момент к Майку пришло, привет, Майк, да? Третий пришел, да, третий пришел, привет, меня зовут Харри, Харри. К Джону переключились, привет от Харри, Майк, привет от Харри, Харри, привет, Харри. Замечательно, да? Вот, прикольно, да? Если я говорю, здесь творчество, да. Ага, дальше, да, теперь, смотрите, теперь делаем так, а теперь мы хотим всем вообще послать, вообще послать всем, например, привет всем в этом чате, что-то типа, да? Вообще всем в этом чате, сразу, независимо от этого, да? Значит, смотрите, чтобы оно посылалось, не от месседж, не от там как-то, а вообще всем. Значит, этим занимается всем, занимается уже, опять же, I.O. Sockets. I.O. Sockets. I.O. Sockets. I.O. Хотя можно. Вот, или, я думаю, куда вы здесь, а, давайте на коннекшене, давайте на коннекшене, точно, точно, в коннекшене, вот сюда, конечно. Вот, I.O. Sockets. I.O. Sockets. I.O. 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 Вот, и мы пошлем то же самое, тупо, hello, hello, только здесь будет просто написано, привет, привет всем в этом чате, да, в этом чате, привет всем в этом чате. Вот так. То есть, сразу человек зашел на коннекшене, получил привет всем в этом чате, потом тот присылает, меня зовут Джон, ему говорят, привет, Джон, ну и так далее, да, то есть, любой встречающий посылает это дело, посылает, принимает это дело. Вот, да, пробуем. Инфо, 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 good. Инфо, вот, смотрим, заходим, значит, первый пришел, первый приходит Джон, опять же, да, смотрите, он сразу сейчас должен получить привет в чате, да. Вот он, о, привет всем в этом чате, да. А, да, да, спасибо, да. Меня зовут Джон. Привет, Джон. Второй там приходит, Майк, да. Привет, Майк. А, надо перенести в клиента, да, окей. Что он первый раз, потому что этот залогнился, и этот получил, и тот, видите, этот только идет, а тот уже получает. Да. Слегка не туда засунули, на самом деле. Да. Поэтому, да, он connection, ну, конечно, он socket connection, и все connection поперли это делать, да. Вот, поэтому все-таки мы, наверное, есть, делаем это дело один раз, да. Сделать это можно один раз вне, да. Давайте все-таки вне connection, а вот сюда перенести, да, вот сюда перенести. Опс, я что-то там выдрал случайно. Случайно задел, не то. Вот так. Вот, что-то типа, да, а то он будет, но он connection всегда лупится. Вот так, да. Но, друзья мои, это, как бы, еще не все. Смотрите. Сделаем в индексе. Кнопочку, еще одну. Для смены фамилии. Имени, то есть, да. Имя. Поменять. Имя. Поменять имя. Назовем его set name, да. Set name, например. Ну, человек, раз, там, ну, это в конце концов, это не настоящее имя, это там, ник и так далее, да. А вот, set name. Значит, здесь мы, наверное, сделаем так. Здесь мы, сейчас мы просто продублируем тупо, да, вот так вот сейчас. Сделаем так, смотрите. Это будет set name. Мы сейчас оптимизацией особо не занимаемся, да. Назовем так, назовем так, назовем так, и как вас, и как вас теперь зовут. Теперь зовут, да. И давайте сделаем, пусть это будет называться new name, чтобы мы так могли. New name. Set name. Вот, вот. А здесь мы сделаем очень интересную вещь в сервере. Когда товарищ по мессенджу присылает нам, как его зовут, да, присылает, как его зовут, мы делаем следующую вещь. Смотрите, мы пишем client.set, ага. То есть мы фактически что сейчас делаем? Устанавливаем такую внутреннюю переменную у этого сокета. Ну, технически, обратите внимание, это его настройки. Вот мы писали ioset local level, да. Мы можем сколько угодно много set в этот свойств, ну, на переменную, как бы, да, устанавливаем. Давайте назовем его nickname, nickname, да, и в этот nickname как раз и положим message. То есть у нас в никнейме, в никнейме, когда он первый раз сообщает, как его зовут, да, мы его кладем в nickname. Да, nickname. Вот, а теперь, теперь, теперь мы описываем, так, где у меня все это закончилось, вот оно. Смотрите, делаем, делаем фигурно, скобки круглые, скобки, окей, да, о. А теперь описываем new message, new message, new message, и, так, описываем new message, так, вот он, new message. То есть он новое имя прислал, да, new message. Мы говорим так, значит, смотрите, мы говорим так, опять же, мы говорим так, клиент Emmet, мы ему посылаем, его надо новым именем, да, поприветствовать. Мы ему говорим, то же самое, да, привет, там, новое имя, новое имя, да, вот. Вот, а теперь я хочу всем остальным, кроме этого товарища, да, кроме этого товарища, сообщить, кроме этого товарища, сообщить о том, что он, значит, поменял имя, то есть там, Джон стал Васей, например, да, Джон стал Васей. Как это делается? Вот, это делается очень интересно. Для начала нам нужно его взять, старое имя, которое находится, оно же у меня, я же не знаю, я же его сохранил, и все, и потерял, да, оно у меня в никнейме. Поэтому у меня идет так, смотрите, клиент.get, ну, здесь достаточно логично, правильно, да, если set, значит, get, никнейм, да, никнейм, никнейм. Но, обратите внимание, мы говорим не просто, да, дай мне никнейм, мы передаем фанкшн, на самом деле сюда, почему? Потому что он очень хитро, он не просто будет нам в виде какого-то параметра строкового давать это дело, да, а он вызовет функцию и бросит в нее два параметра. Первое, это в случае чего ошибка, а второй параметр, это как раз то значение, которое в данный момент находится в никнейме. Ну, в нашем случае это old name, скажем так, да, в нашем случае это old name. Мы берем и говорим, клиент broadcast emit, внутри этого, да, broadcast emit, то же самое, да, мы напишем здесь что-то такое, да. Мы напишем так, old name, теперь name, да, то есть message, message, он у нас под message, правильно, да, проходит. Так, где-то что-то потерял, сейчас секундочку, чувствую. Ага, все, понял. Вот, лишнее, да. У нас теперь он под message, да, и сохраняем, правильно, да. Вот, это все мы сделали, да, а после этого мы сохраняем клиент.set, и опять сохраняем, да, никнейм. Никнейм, то есть теперь уже новое, да, сохраняем message. Теперь у нас там, кстати, будет храниться новое имя, новое имя. Вот так вот. Вот так. У, я. Попробуем. Попробуем. Вот, так. Это мы выбрасываем. Значит, смотрите, да, поехали. localhost, localhost, да, значит, давай так, это Джон, да, Джон, представьтесь, Джон, привет, Джон, окей, это, представьтесь, это Майк, Майк, привет от Майк у Джона, привет, Майк здесь, да. Теперь Джон решил поменять имя, да, меняем имя на Вася, окей, привет, Вася, а там Джон, теперь Вася, что и требовалось доказать, что и требовалось доказать, как-то так. Как-то так. Правильно, да? Вот. Теперь, теперь, вопрос. Как обрубить соединение? Как бы, да? Вот, соединение. На самом деле, это очень интересная вещь, очень интересная вещь. Фишка в том, что обрубить соединение можно с клиентом, только. Идем на клиента, идем на клиента и пишем, где-нибудь здесь. Не знаю где. Ну, давай здесь, провыше. Виндоу, он, привычка, да? Анлоу, он анлоу, виндоу анлоу. Виндоу анлоу. Сокет дисконект. Вот так. Виндоу дисконект. Вот, да? Вот здесь. А, чтобы нам всем хорошо было, чтобы нам всем хорошо было, мы отправим месседж. Ага, давайте здесь еще один соорудим. Я его убрал. Пусть здесь будет месседж. Месседж. Вот так. Как было раньше, да? Вот так. Месседж. Вот. Нет, нет, не так. Месседж. Вот так. Месседж, да. А, в сокет сервере мы вешаем очередной внутри клиента, да? Вот где-то здесь. Клиент он дисконект. Дисконект. Он дисконнекте. Понятно, опять же, у нас функция. Функшн. Бам, бам. Вот. В дисконнекте мы давайте вот отсюда, кстати, я это дело заберу. Всем товарищам, всем товарищам I also think it's emet. Пишем месседж. Месседж о том, что значит пишем так, один из нас отвалился. Отвалил. Да? Как-то так. Как-то так. Вот. Вот таким образом. Так, смотрим сюда. Законнектились. Так, давайте-ка мы для начала, да. Значит, итак, первый раз представьтесь Джон. Окей. Привет от Джон. Джон. Второй. Ага. Потому что раньше. Да, сейчас давайте-ка заново начнем. Окей. Да, да, да. Да я знаю, что отвалился. Сейчас сделаем по-новой. Вот так придем, да. Local host. Да. Это Джон. Ну ладно, пусть будет гость. Привет, гость. Окей. Пришел новый товарищ. Это там гость 1. Привет от гость 1. Привет, гость 1. Все нормально. Ну и так далее, да. Давайте еще один пусть будет. Сразу, чтобы мы увидели, что все получили все. Это гость 2. Привет от гость 2. Привет от гость 2. Привет гость 2. Наконец, первый гость отваливается. Привет. Один из нас отвалился. Один из нас отвалился. Один из нас отвалился. Вот так. Вот так. О, друзья мои, да. Next. Вот. Ну, собственно говоря, вот они основные, да. Вот он. Все вокруг этого крутится. On. Aimed. On. Вот мы broadcast послали. Вот мы socket послали, да. А вот мы, соответственно, вот мы set. Если нам нужно что-то сохранить, просто делаем какой-то ключ, присваиваем ему значение, получить этот ключ, пишем функцию, во второй параметр этой функции свалится это значение. Свалится это значение, да. Вот. Да. Теперь сделаем маленькую вещь, друзья мои. Сделаем маленькую вещь. А именно. Мы в прошлый раз, мы его и завтра будем пользовать, попробовали шаблонизатор EGS, да. Есть еще, в принципе, второй, тоже достаточно популярный. Он, может быть, не совсем удобный, хотя тут в зависимости от дела привычки, который называется джаде. Такой джаде. Вот. Его надо сейчас проинсталлировать. npm install install jade собак значит 0.35.0 он у меня был. 0.35.0 0.35.0 Вот так пошел он, да. Вот. Да. Замечательно. Теперь создадим файл. Создадим файл. Напишем назовем его page jade у него такая стандартное расширение page jade интересно он будет у меня о, да, у него нас тут поддержка есть вроде как вот page jade, да. А здесь обратите внимание внимание большое внимание сюда. Дело в том, что здесь здесь такой а-ля пайтон, да. Все на отступах. Причем причем вы должны выбрать что использовать в виде отступов либо табы либо пробега. мешать нельзя. То есть нужно определиться с чем делаем отступы табами либо пробегами. Это очень важно, да. Вот. Значит вначале напишем doc type да, там именно так. Идет то есть грубо говоря идет абсолютно то есть табуляции или пробелами мы отбиваем структуру документа. Doc type, да. Потом у нас идет что? HTML. Правильно? Вот. HTML, да. В HTML есть head. В head есть title. title жаде тест напишем, да. Это его то, что надо, да. В HTML есть body. Body. В body мы укажем div с идентификатором с ID controls controls в котором будет лабель с ID TXT style у него даже будет дисплей блок дисплей блок а текст у него будет напиши сообщение input будет с ID input style там здесь пробелы по-моему насколько я помню не помню нужно не нужно вид тх например 350 px еще один input с ID submit это ID идентификаторы да type у него будет type важно установить type у него написано будет button button value послать нормально да полневатно сейчас разберемся вот вот да вот так вот так а смотрите теперь что у нас дальше идет в сокет сервере где у нас ап начинается где-то вот здесь ап вот здесь у нас настройки идут да вот здесь у нас идут настройки айовская да ап если вы помните мы вчера делали да ап сет views где находится вьюхи здесь все просто у нас они все в куче dear name dear name да со сложнее чуть-чуть view n g не здесь у нас jade да чуть сложнее теперь поскольку он не совсем в курсе в отличие от ejs который он там фактически свой родной здесь надо будет указать так ап эн гине ап энджин такой jade да и прямо здесь его рек вире подсоединить вот таким интересным образом точка подчеркивание подчеркивание экспресса магические магические строки а вот магические строчки да вот теперь вместо вот этого send файла вот здесь send файла да мы если вы помните да пишем res render render page ну расширение указываем мы его указали в сети page да пробуем запустить наш socket server пробуем зайти на нашу страницу круто уже круто кроме вот этого да что-то там вылетело где-то я там облажавшись но это ладно факт тот что это у нас есть да кнопка не сработала да ничего нормально сейчас мы submit id submit так что-то у нас здесь не то сейчас секундочку то ли где-то я здесь промахнулся то ли где-то я здесь промахнулся есть ага значит по-моему а ну-ка попробуем вот это сделать по-моему я здесь был не прав сейчас попробуем сделать так перезапуститься на ой-ой-ой что я сделал ну ладно плевать да нет он сейчас скажет что все хорошо вот давайте попробуем так перезапросить да вот вот видели я надо или не надо пробел смотрите видели как круто да все оу е смотрите отлично отлично но друзья мои у нас сокетами это все плохо да кстати сокет это у нас были там прописаны здесь то их нету этих надо здесь влепить в это дело да в это дело вот дэ 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 значит а что сделаем да что сделаем а давайте сделаем так смотрите значит в демо создадим папку новой директории назовем ее фолдер фолдер а в фолдере создадим файл и назовем его клиента gs клиент gs клиент gs напишем window on load on load function function она сейчас нужно будет там там туда-сюда давайте так сделаем да вот это вот возьмем вот это вот отсюда варсокет ioconnect отсюда мы сейчас заберем его вот сюда пока положим тык-тык вот так да тык-тык-тык тык-тык-тык ну это понятно он говорит что он там этого не в курсе что это такое а он не дефайли мы знаем да естественно пока нет вот да вот так да теперь вернемся в товарища сервера да и напишем очень интересную вещь обратите внимание up use мы завтра подробно покопаемся смотрите up use express static где находится статический контент который надо напрямую отдавать напрямую картинки там или что-то еще не по виртуальным да там адресам а напрямую да up static значит это у нас получается так gear main текущая директория да плюс слэш фолда там находится это дело да вот так например вот понятно теперь теперь попробуем теперь возвращаемся в нашу пейдж джаде джаде заголовки в хэде да вот здесь после тайтла что нам нужно скрипт кстати да скрипт src src слэш клиент js обратили внимание обращение пойдет корню да а это дело перехватится экспрессом он смотрит там такого файла нет но это статичный он пойдет его искать наш фолдер да вот а здесь соответственно а здесь наш вот этот вот замечательный вот эту строчку сокет сокет магическую волшебную строчку вот 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 теперь ага давайте-ка посмотрим так для начала посмотрим все ли у нас все ли у нас нормально все ли у нас нормально здесь connected видели да вот он пошел connected видели good вот он вот он вот он yeah вот он все хорошо все замечательно все замечательно вот как мы же сказали скрипт подцепить вот этот и вот этот этот штатный его а от этого я клиент жеста загоняю вот он у меня здесь на онлоуде window онлоуд он коннектится к 88 ну как и раньше было раньше у меня вот здесь вот вот у меня вот у меня было вот у меня было раз вот у меня был два но я теперь коннектор откуда берется еще раз? Причем коннектица теперь Клоколпост 88. Да он и раньше коннектировался сюда. Я из индекса ее забрал. Мы теперь индекс не отдаем. А, и срабатывает ее сроки сомн. Ну конечно. Я теперь код сюда в клиента перейду. У меня в клиенте код. Теперь мы клиент... Там этот, там этот, почему не Да. Теперь здесь мы еще одну маленькую вещь допишем на онлоуде. Напишем так. Документ get element by id submit кнопка submit onclick onclick function надо же обратить внимание из чей query обходимся Ах, как это? Волшебство! var text var text document get element by id input input value да value socket emit socket emit Давайте для разнообразия те пусть остаются окей чтобы там сейчас не переписывать да напишем так request назовем request request и пошлем message message текст message текст вот так 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 идем в сервер идем socket сервер идем socket сервер где-нибудь здесь на клиенте вот берем сейчас прямо копипастом тут же все остальное то же самое да клиент он клиент он request клиент он request да значит IO IO sockets aimit IO sockets aimit ответ на response 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 message message напишем да ты написал ты написал плюс у меня получается мсг да мсг мсг месседж да мсг месседж да мсг мсг ты написал месседж отдали отдали респонс правильно отдали респонс возвращаемся в клиента описываем теперь прием респонса socket он респонс респонс фанкшн месседж 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 мсг месседж месседж то документ get элемент by id tht по-моему дай я его назвал там где-то id тхт inner html меседж месседж 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 msg месседж меседж бам что-то не так ну и кстати что-то не так и message отдадим на всякий случай чтобы увидеть что же там все это вот отлично все вроде бы сохранил пробую запустить я пробуем запустить здравствуйте так пробуем hello послать вот как раз здесь пошло что-то не так посмотрите что видно же что вот она главное что вовремя нашли вовремя отследили идем на сервер где-то и вот здесь буква с буква с еще раз так что все в порядке вовремя по фикшенная ошибка не ошибка итак поехали hello ты написал и так далее вуаля вот но это мы все в принципе кусочками так слегка делали да здесь чуть-чуть здесь чуть-чуть в принципе это не очень хороший чат не совсем хорош вот а значит для того чтобы это нормально друзья мои а этот нормально собрать из кусочков попробуйте теперь сами перерыв я всегда не объявляю сами разберетесь когда вам прерваться когда не прерваться задание супер творческое там можно развивать сколь угодно много там включая там разными цветами вроде и свайлики втыкать и чего угодно да 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 сейчас секунду на самом деле у вас там вообще-то все как всегда написано если вы помните сейчас сейчас секунду сделаю одну вещь мораль все и басни такова что здесь можно развивать дальше прекрасно как видите да работает вот вам опять же да что во первых сокеты познакомились с ними да плюс опять же экспресс мы его и завтра продолжим да плюс еще вот заодно джаде посмотрели ну тут уже сами сравнивайте кому что нравится нет 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 он очень грамотно делается либо табуляция там что-то с этими самыми либо что-то если все он очень грамотно делал на самом деле если вам хотел почитать там можно собственно разъемник это вообще неплохо кстати вы обратите внимание скрип-скрип значит у вас что-то сбудет посмотрите в свой шатунчик вот конечно у вас боди где а боди должен быть подходом все хорошо все хорошо там нормально можно у них почитать у них нормально все можно можно кстати обратите внимание тот же самый сокет сокет сокеты по такому же адресу я имею сайт ай о да они там все изменили сейчас страничку как всегда раньше интересно было дошел они сразу раз тут у них там 1 3 7 но на самом деле в принципе там ничего не поменялось да ничего не поменялось поэтому если посмотреть там get started например да вот он кстати write chat application кстати можно посмотреть для интереса что написано то же самое что у нас например да не ну это стандартная вещь все друг у друга так сказать тут тут по-другому не напишешь собственно говоря да идеи то они все витают в воздухе абсолютно одинаковые вот он видели да вот вот стп сервер да соответственно вот он так connection все те же самые ситуации вон пожалуйста да люди можно брать спокойно использовать нет проблем там ничего особо-то не изменилось на самом деле с той поры это вот вот такие вот у нас дела